Только что компания Samsung представила новый 5-танометровый процессор Exynos 2100. Exynos 2100, как и Exynos 1080, стали первыми процессорами новой ветки развития процессоров от Samsung. Этому было посвящено отдельное мероприятие. Новый процесс отличается от предыдущего поколения Exynos 990 не только техпроцессом, но и парой приятных фишек. Начнем с того, что он наконец получил встроенные модем 5G связи. Восьмиядерный центральный процессор включает одно ядро Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, три высокопроизводительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. Samsung утверждает, что процессор на 30% быстрее в многоядерных задачах по сравнению Exynos 990. По факту мы имеем 10% прирост мощности и 20% снижение энергопотребления. Энергопотребление меньше не только по сравнению с Exynos 990, но и новым Snap. Он может выполнять до 26 триллионов операций в секунду, не повышая энергопотребление. По строению он очень похож как на новый Snap, так и на младшего, так скажем, собрата Exynos 1080. Новый Proz поддерживает Vulkan и OpenCL, повышая графическую производительность более чем на 40%. В графическом процессоре используется Mali-G78 с 14 ядрами, при этом он с новой архитектурой. Что касается новых возможностей, то была улучшена система IE, появилась поддержка камер до 200 Мп. Платформа может использовать до 6 отдельных датчиков и опрабатывать информацию из 4 из них одновременно. IE помогает устройству легко распознавать лица, сцены и объекты, чтобы оптимизировать настройки камер для получения чётких и детализированных изображений. Продолжение следует...